Мне хочется представить вам и попросить моего друга Михаила Матусовского что-нибудь сказать, если не об этой песне, то вообще что-нибудь о себе, о своем творчестве, о том, что он думает нам, композиторам, нового и интересного преподнести, потому что мы ждем его стихов, мы ждем его песен. Мы заинтересованы в том, потому что мы без него как рыба без огня, или как... Мы больше без воды. Рыба без воды, да. Видишь, я вас прошу. Я сейчас не буду никаких авансовых обещаний выдавать, я просто хочу прочесть здесь на нашей дружеской встрече два стихотворения. Баллада о роботе. Суставы скрипели сердито, сверкал кинескоп из-под век, когда из подвалов неита железный сбежал человек. Вдруг ожила глыба металла, пластмасса, нейлон и стекло, дитячила кибернетики, встала и людям навстречу пошло. За тонкой нитью другая зажглась в его памяти нить, и вышел он, тяжко шагая, как будто учился ходить. Он вышел, смешав все расчеты, антенную выгнув дугу, и смутное вспыхнуло что-то в его электронном мозгу. С тех пор его часто встречали, идущим сквозь ветер и тьму. И все человечьи печали доступными стали ему. Искусственный маленький идол, себя не щадя ни на миг, врагов он живых ненавидел, и в женщин влюблялся живых. Разлуку, и счастье, и злобу он все испытал на веку. Тогда и почувствовал робот то сжение в левом боку. Что думал он в это мгновение? Пади, разгадай и пойми. И робот упал на колени, как это бывает с людьми. Пружина заныла, устала, потом замолчала, хоть плачь. И глядя на глыбу метала. Инфаркт, констатировал врач. И второе стихотворение. Называется оно довольно странно. Волнуйтесь. После взятых бастилий, неужели сдаваться? Вот и мне запретили доктора волноваться. Помаленечку горбясь, жить с сагбенной спиною, Лицемерие и подлость обходя стороною. Если силы иссякли, ограничиться малым, Посещая спектакли со счастливым финалом. Быть не слишком горячим и не очень веселым, Научаясь неудачи запевать валидолом. Хуже медленной смерти прозябанья на свете. Вы не верьте, не верьте в предписания эти. Жизнь как новую повесть. Начинайте с абзаца, Прямо сходу готовясь в эту драку ввязаться. Пробивайтесь сквозь ветер, Как тропинка крутая. Горе ваших соседей, Вашим горем считая. Коль обиженный плачет, Проявляйте нервозность. Дайте недругу сдачи без поправок на возраст. Не робея, любуйтесь распахнувшейся бездной. И волнуйтесь, волнуйтесь. Это очень полезно. Я не знаю, полезно это или не полезно, Робот, робот-то все-таки загнулся от волны. Набдолный робот. Набдолный робот. Я, конечно, понимаю, Что, понимаете, в нашем деле Не волноваться нельзя, Мы должны волноваться. А вот я сейчас смотрю в ту сторону. Мне волноваться все-таки сказали, Поменьше волнуйся. Ты поменьше все-таки волнуйся. Я вот смотрю и волнуюсь. Ну, что делать, волнуюсь. Как там волидол? Да, волидол. Приходится. Я ничего больше не буду говорить. Все, ребята? Да, может, вы скажете за меня, что это будет? Причину вашего волнения объяснить? Пожалуйста, я с удовольствием это сделаю. Это неверно. Это микрофон или волидол? Боже, это микрофон. Самый настоящий. Может, вы скажете, что это тоже волидол? Нет, это микрофон. Это микрофон. А это волидол.